Привет! В этом видео я расскажу, как перенести интерфейс настроенного 3ds Max с одного компьютера на 3ds Max другого компьютера. Смотрим. Вот мой стационарный компьютер. Здесь я только что установил 3ds Max. То есть видите, панельки не настроены, интерфейс, нет никаких горячих клавиш, моих кастомных, которых я установил. И также отсутствуют списки избранных модификаторов. В общем, полностью чистый нулевый интерфейс, не настроенный. И вот мой ноутбук, за которым я работал продолжительное время. И здесь, конечно, многое я настроил под себя. Вот здесь мы видим тоже модификаторы избранные, также хот-кей настроенные и различные панельки. Задача перенести весь этот интерфейс на другой 3ds Max. Где хранятся все настройки интерфейса 3ds Max? Они находятся здесь, вот в этой папке. Но чтобы до нее добраться, нужно пойти следующим путем. Переходим на диск C. Сначала вам нужно перейти во вкладку вид, активировать скрытые элементы, зайти в пользователи, имя вашего пользователя. Вот видите, здесь скрытая папочка апдата. То есть она по умолчанию не видна, только с этой галочкой. Заходим сюда. Local. Autodesk. 3ds Max. И версия вашего Max. 22. Вот она эта папочка. Ее нужно скопировать и вставить в аналогичную на другом компьютере. Давайте проверим. Итак, я нахожусь сейчас на своем стационарном компьютере. Как вы видите, интерфейс полностью не настроен. Переходим в папку, в которую вы скопировали папочку INU с другого компьютера. Нажимаю копировать. И открываете папку на вашем компьютере. По тому же пути проходите. И вот эту папочку вам нужно просто заменить. То есть нажимаете правой кнопкой мыши. Вставить. Сейчас он может немножко заругаться. То есть предварительно вам нужно закрыть 3ds Max интерфейс. Заменить файлы в папке назначения. Вообще лучше закрыть сначала 3ds Max. И тогда уже полностью заменять эту папку. Потому что когда мы закрываем 3ds Max, он перезаписывает какие-то элементы в этой папке. Давайте посмотрим, что получилось. Смотрите, все панельки находятся на своем месте. Давайте проверим. Опять же, все хот-кей находятся на своем месте. И давайте также посмотрим панельку с избранными модификаторами. Да, все на месте, друзья. Единственное, какие-то плагины нужно будет вам повторно устанавливать. Но большинство из них будет у вас нормально, корректно работать. Кто-то сейчас скажет, зачем так заморачиваться? Есть же специальный инструмент для переноса интерфейса. Как вы помните, это в Customize, Save, Custom, UI Scheme. Выбираете путь сохранения. Ну давайте я создам папку. Нажимаете Save. Да, он здесь предлагает сохранить параметры интерфейса, менюшки, какие-то опции, цвета. При таком способе большинство менюшек тоже перенесется. Но, например, избранные панельки модификаторов, они не переносятся. Смотрите, если вдруг вы захотите полностью обнулить интерфейс 3ds Max, например, вернуть, так сказать, к заводским настройкам, тогда вам нужно просто удалить эту папку. То есть, посмотрите, я закрою 3ds Max, Откроем папку с папкой Inu, да, и ее удалю. Когда вы заново запустите 3ds Max, она, эта папка автоматически создастся новая. Вот, и все настройки будут сохраняться здесь, в настройке интерфейса. Вот, как вы видите, снова чистый лист. И давайте попробуем сейчас второй способ, который я вам показывал, с подгрузкой интерфейса через Customize Custom UI Scheme. То есть, мы до этого с вами сохранили, выбрали Save Custom UI Scheme. Теперь выбираем Load Custom UI Scheme. И переходим в ту папку, куда мы сохранили этот файл. Вот, рабочий стол, New Folder, и выбираем Workspace. Нажимаем Open. Да, он говорит, что нужно перезагрузить 3ds Max. Ну вот, смотрите, Hotkey не перенеслись. То есть, вам придется отдельно заходить в Hotkey Editor. Вот, здесь, на уже настроенном интерфейсе, сначала сохранить ваши Hotkey, потом на текущем компьютере подгрузить их. Вот, From File, выбираете этот файл с Hotkey, нажимаете Done. Вот, и также у вас не подгрузятся ваши избранные модификаторы. То есть, меня это постоянно напрягало каждый раз, в новом 3ds Max, на новом компьютере, заново настраивать все эти мелочи. Поэтому способ с копированием папочки INU, я считаю наиболее быстрым и удобным. Друзья, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, этот ролик был для вас полезен. Вот, а мы с Гермесом с вами прощаемся и говорим до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok